Как бы мы с вами не относились к этической стороне, самое сокровенное желание человечества — жить как можно дольше. И никакими иными рассуждениями, доктринами мы это не остановим. Мировая наука, передовые рубежи мировой науки будут посвящены темам продления жизни. Это абсолютно нормально. То, что сегодня действительно появляются прорывные технологии, ну а людям моего возраста, наверное, остается только сожалеть, что мы не доживем до этих светлых дней, когда будут изобретены, условно говоря, таблетки молодости. Но я думаю, что через 2-3 поколения люди могут получить практически бессмертие, скорее всего. Или очень серьезно продлить свое пребывание на этом свете. Это важно, потому что если научатся поддерживать работу мозга, то появятся сверхмудрые, сверхопытные люди, которых сегодня нет просто в силу ограниченности бытия. Возрастет сумма знаний, возрастет качество принимаемых решений. Но, безусловно, это серьезнейший вызов всем канонам нашей жизни. 500 лет, если человек будет жить, отношения отцов детей, отношения супругов, вопросы там наследства и так далее. То есть все привычные представления о жизни будут разрушаться. Это первое. Но, тем не менее, это неизбежно и неотвратимо. Человек не согласен с конечностью своего бытия. Это заложено в нем. Какие бы теории ни были, какие бы религии ни существовали, хорошую религию придумали индусы. Вы помните, как пел Высоцкий, что мы, отдав концы, не умираем насовсем. И значительная часть религий тоже пытаются продлить жизнь человека. Поэтому это неотвратимо. Но есть вторая серьезнейшая проблема, которая пока, наверное, больше изучает только фантасты. А это искусственный интеллект. По большому счету, надо понимать, что мы создаем иную форму разума. Вот сегодня носителем разума является биологический объект, субъект. Это человек в том виде, в каком он существует. А мы создаем технологический разум. Но это тоже разум. Он точно такой же, как и наш. Только у него носителем этого разума будут неорганические формы. Но существует огромная разница между быстродействием разума биологическим носителем и небиологическим. Ведь искусственный мозг моментально получит огромный объем знаний. Великолепные поисковики. Он будет формировать какие-то совершенно иные алгоритмы принятия решений. Он поймет все наши хитрости и тонкости, все наши плюсы и минусы моментально в течение секунд. И что сделает этот искусственный разум? Каким способом он будет развиваться? Какие будут принципы существования или сосуществования с биологическими носителями разума? Не знаю. Никто не знает. Я думаю, что, наверное, может быть, кто-то и знает, и те цивилизации, которые уже прошли этот путь. Но человечество пока ответ на этот вопрос не знает. В любом случае, нас ждут, если отбросить все наши мелочные дрязги, я имею в виду даже на уровне глобальных процессов, это мелочные дрязги по сравнению с теми проблемами, которые мы сейчас обсуждаем. То, конечно, ключевое событие 21 века — это как сложится соотношение между разумом, которым обладают биологические существа, с разумом, который будет создан этими же биологическими существами, но на другой иной совершенно технологической базе. И вот как этот конфликт или не конфликт разрешится, от этого зависит, по сути дела, судьба всей цивилизации.